Патриотическая акция прошла для учащихся средней школы номер 19. Сегодня в вооруженных силах Беларуси заинтересованы в том, чтобы на службу приходили молодые люди, способные с достоинством и честью выполнять свой долг по защите Отечества. В свое время пришедшие на мероприятия молодые люди станут защитниками нашей Родины. Им явно пригодятся приобретенные здесь знания. Мы им сегодня показали, как устроен быт военнослужащий, как они живут, чем занимаются. Показали образцы вооружения, которые находятся на нашем дивизионе. Они на себе смогли примерить обмундирование. Также побывали они на инструкторском вождении нашей техники. Ребята с интересом осматривали казарму, слушали рассказ о том, как живут солдаты. У них была возможность взять в руки боевое оружие, а также попробовать самостоятельно разобрать и собрать автомат. Но больший восторг у ребят вызвало то, что всего на пару минут они могли ощутить себя полноценными военнослужащими. Цель данного мероприятия – воспитать положительное отношение к армии у моих учащихся. Ребята очень консолидировались с появлением такой должности. Приезжают в части с интересом. В этот полк мы приехали не первый раз. Ребята интересуются не только службой армии, а также бытом, традициями. По заинтересованным лицам ребят было видно, что все услышанное их очень увлекло. Как следствие, было много вопросов о том, как можно попасть на службу, какие требования предъявляются к будущим защитникам, а также о распорядке дня и отдыха солдат. На все эти вопросы школьники получили исчерпывающие ответы. Появилась в школе возможность. Наш педагог по военному воспитанию, Марина Николаевна, предложила поехать нам в 115-ю зенитно-ракетную часть. И многие ребята согласились. И вот сейчас мы тут. Это очень интересно. Я тут никогда не была. Я открыла новое место для себя в городе Бресте и узнала много нового. На удивление ажиотаж у ребят вызвал завершающий этап экскурсии. Инструкторское вождение, где они смогли познакомиться с довольно габаритными машинами, передвижной радиостанцией и пусковой установкой. Военная техника проезжала рядом с нами. Это очень захватывало дух. Мне это очень сильно понравилось. Я считаю, что патриотическое воспитание очень важно для нас. Поскольку мы сейчас живем под мирным небом, где нет никакой войны. За это мы благодарны своим дедам, прадедам, которые воевали за это. Если же этого бы не случилось, нам бы сейчас не было так хорошо, как сейчас. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.